С начала года цены на серийные квартиры выросли примерно на 10%. В ближайшее время рост цен на жилье сохранится. 780 евро за квадратный метр – средняя цена квартиры в Риге с небольшой площадью. Но есть квартиры, где цены превышают отметку в 1000 евро за квадратный метр. За квартиру в новых проектах покупателю придется отдать минимум 1400 евро за квадратный метр. Чувствуется, что покупатель очень рационально взвешивает все за и против до приобретения жилья. Имеется в виду и место расположения, и как обхозяйничается дом, качество, имущество, есть ли земля в собственность. Так что это очень важно для покупателя. 64% людей покупают квартиры в серийных домах и готовы отдать не более 60 тысяч евро. Поэтому многие предпочитают арендовать квартиру. Но и в этом секторе рынка недвижимости цены только растут. Именно август и сентябрь являются более активными в рынке аренды. Больше спрос есть также на стоимость в микрорайонах от 200 до 300 евро за месяц, плюс коммунальные платежи в центре 400 до 500 евро за жилье в месяц. Ранее действующие и принятые еще в первой половине 90-х закон о найме жилых помещений морально устарел, и поэтому были внесены изменения в законе. Чтобы на законном основании сдавать квартиру и не поссориться при этом со службой государственных доходов, нужно оформить необходимые документы. Нужно зарегистрироваться в СГД в качестве субъекта, ведущего хозяйственную деятельность, и платить подоходный налог. Физическое лицо может выбрать три возможных режима уплаты налога. Платить подоходный налог с населения в размере 23%, для чего следует зарегистрировать хозяйственную деятельность, и проценты взымаются от полученной прибыли, составляющие разницу между доходами и расходами. Второй вариант – можно выбрать нерегистрируемую хозяйственную деятельность и платить 10% от доходов. Но в таком случае не будут учитывать расходы на хозяйственную деятельность. Во втором случае арендодателю нужно обратиться к СГД с заявлением и приинформировать о том, что он намерен осуществлять нехозяйственную деятельность. Также нужно предоставить договор аренды недвижимости. И третий способ – зарегистрироваться в качестве плательщика налога с микропредприятия. Если его доходы от сдачи в аренду недвижимости не превышают 7000 евро в год, то применяется ставка 12% от доходов. Если выше 7000 в год – 15%. Налоги с аренды недвижимости в первых двух вариантах платятся раз в год с подачей годовой декларации о доходах. В свою очередь налог с микропредприятия платится поквартально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова